Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. И сегодня я вам расскажу про Алису. На самом деле это не Алису, это Лабуриария моритима. Лабуриария морская или приморская ее называют. Но на красоту этого растения и на его качество это название никак не влияет. Некоторым кажется, что это такое банальное растение и на него не обращают внимания. Кто-то, возможно, уже его и выращивает. Я поэтому сначала проведу рекламу этого растения, а потом расскажу простые доступные способы, как его посеять и получить красивый ароматный цветник. Во-первых, скажу о том, что Алисум это крайне нетребовательное растение ни к почве, ни к условиям произрастания. Конечно, в более жарком климате оно будет хорошо себя чувствовать и в полутеней. Но в умеренных широтах оно будет расти на солнце и чувствовать себя при этом замечательно. В конце сезона это растение морозоустойчивое, поэтому температуры от нуля до минус двух в принципе никак не повлияют на декоративность. Да, новые цветки уже не будут раскрываться, но те, которые есть, будут чувствовать себя замечательно. И казалось бы, вот эти вот тоненькие побеги, на самом деле они очень прочные и крепкие, они стойкие к низким температурам. Также стоически Алисум переносит и периоды засухи, либо такого вот солнцепёка. Вдруг вы забыли полить, или стоит очень длительно жаркая погода, и он уже опустил уши, и кажется, что ни за что уже он не отойдёт. Мы делаем лёгкую стрижку, либо дождь польёт, либо мы поливаем, и снова он зацветает. Потом из плюсов, благодаря которым его надо привлечь себе в огород или на участок, то, что оно безумно ароматное, с таким насыщенным медовым ароматом, слышно на большом расстоянии и, конечно же, привлекает насекомых. Насекомые прилетают на Алисум, ну а заодно и опыляют ваши другие растения, которым требуется непременно опыление. Тем, кто вообще не любит однолетние растения, не хочет никак с ними связываться, я посоветую это растение завести всенепременно, и даже ландшафтным дизайнерам, для того, чтобы воспользоваться им в том случае, когда в цветнике вдруг образуется пустое место. Возможно, это отцвели весенние луковичные, возможно, произошли какие-то выпады, либо посадки многолетников ещё молодые, но посажены на нужном расстоянии, и поэтому нам видна либо почва, либо мульчирующий материал, и вот здесь он приходит, Алисум, на помощь, заполняет это пространство очень быстро, в короткий срок. Потом, из плюсов Алисума, ещё то, что он такой эстет. Ему не надо удалять как петунии или другим растениям, цветущим его цветочки. Он их сам сбрасывает. Те семенные коробочки, которые образуются, они, в принципе, и не портят декоративность и кустика за счёт того, что бесконечно, постоянно образуются новые мелкие цветочки. И очень устойчив к непогоде, как к дождям, так и к ветрам. Поэтому не стоит бояться, что после дождя он станет таким вот растрёпой или после ветра. Всё будет с ним замечательно. И ещё один очень большой, я считаю, плюс, что Алисум – это чемпион по началу цветения от момента пассива. Проходит всего лишь 30-35 дней. Ну, я не знаю, кто похвастается такими сроками. Иногда я замечала, что в том месте, где растёт у меня Алисум, семена осыпаются, и к концу сезона самосев образует цветы. То есть получается такой бесконечный конвейер. Можно Алисум ещё высокорослые кустики. Ну, какие они высокорослые? Они сантиметров 30-35. Такие традиционные сорта. И снова же один кустик образует вот такую куртинку до 50 сантиметров. Если ему там не очень хорошо, то это будет тоже 35-40 сантиметров. Современные сорта и сорта серии, они дают невысокий рост – 10-15 сантиметров. Но этим они и хороши. Если сажать их в массе, выглядит очень замечательно. Это из плюсов. Ну, а теперь, когда же нам его сеять? Досейте, когда хотите. Как только почва прогреется, мы его сеем прямо в грунт. Сеем, как обычно, перекопали, разровняли, убрали крупные вкрапления. Можно посеять россыпью, можно посеять рядочками. И так как все из семейства брасикации сходят очень быстро, то и Алису при благоприятной погоде, при постоянном увлажнении, он зайдет в течение недели у вас. Ну, и там уже понеслось. Останется вам только прорезить. Несмотря на то, что корешки небольшие, и вроде бы такое вот растение, все кажется, в молодом возрасте, такое нежное, такое вот оно вытянутое, но он очень хорошо переносит пересадку. Не то, чтобы так вот сразу, он хорош, как бархатцы, как его выкопал, так и посадил, так он и сидит. Да, он сначала поникнет, но потом через пару дней он уже все настоящий такой солдатик бодренький. Можно посеять вторым способом, это под зиму. Замечательно сеется под зиму. Снова же помним там правила, чтобы за две недели до таких хороших морозов, чтобы семена не успели прорасти, и зиму там переспали, а весной, когда им вздумаются, когда будут благоприятные условия, они взойдут. И снова ваша задача будет состоять в том, чтобы проредить, рассадить, ну или там уже по вашему усмотрению. Если вы понимаете, что вот в этом месте вы готовы отвести ему жизни лет так три-четыре, то достаточно будет посеять только один раз. Потом он дает самосев и, как я уже говорила, насевается в процессе сезона и новые всходы могут также зацветать к концу текущего сезона. Поэтому алисун – замечательное растение, которое привлекает взгляд и своим пышным цветением, и ароматом, и вот все эти плюсы, и вся эта простота, мне кажется, делает его достойным для того, чтобы заиметь в своем саду. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok